В 2009 году мы присоединились к этому масштабному мероприятию, которое проводится в единый день по всей России. С каждым годом у нас количество участвующих в Лыжне России увеличивается. Да и сам по себе лыжный спорт, особенно в муниципальных образованиях, он у нас, ну в общем-то, точки роста, мы тут смотрим, у нас есть. Где-то пару лет назад мы такое масштабное мероприятие проводили в долине Бабик, на Гладенькой. И практика показала, что в одном месте более двух тысяч людей, когда собирается, очень сложно работать, затягивалось мероприятие. Ну и логистика, доступность туда, приезд спортсменов со всех территорий, это усложняло. Поэтому мы приняли такое решение, там где у нас работают тренеры по лыжному спорту, где у нас открытое отделение по лыжному спорту, проводить это на местах. Таким образом, завтра по Республике Хакасии, в муниципальных образованиях, это районы Цариногорска, Беи соберутся в Черемушках, дальше Абаза, Ташты, Аскиз, они соберутся в Таштепе, где мы проводим там соревнования, и всегда трассы готовы. Далее в Усть-Абакане, в Шара, в городе Сорске, в городе Абакане. И центральное такое мероприятие, в Лыжне России, мы решили провести, уже второй раз провести в Тёре. Почему в Тёре? За последнее время мы провели такой мониторинг, очень много граждан, да людей просто, любителей здорового образа жизни, из Хакасии очень многие едут в Тёре посмотреть на снег, покататься на лыжах, там у нас организован прокат и так далее. То есть люди начинают интересоваться этой территорией, а мы все знаем, что эта территория у нас всё-таки проблемной на сегодня является. И приезд туда и массы спортсменов, и просто любителей покататься, и туристов туда приехать, это всегда поддерживает эту территорию, для нас это очень важно. Второе, не менее важно, там подготовлены трассы, трассы, трассы уникальные, вы все знаете, что мы только вот в этом году провели там очень серьёзное мероприятие, это самое крупное мероприятие с участием лыжников страны, это континентальный кубок Восточной Европы, где у нас там более тысячи приехало спортсменов, а вообще там полторы тысячи было человек с обслугой и так далее. Значит, далее мы там провели первый этап Кубка страны, то есть весь лыжный сезон лыжников России уже в этом году, да и в прошлом году, он начинался с тёй. Это очень важно. То есть основную подготовку, этап вкатывания, где спортсмены набегают, основной объём километров, километров, с которых они потом весь год начинают, значит, ну, стартуют в разных соревнованиях и показывают результаты, и это очень важно. Я особо обращаю внимание, что все люди приезжают, спортсмены приезжают не просто приехать от соревноваций, уехать, они приезжают туда готовиться, это очень важно. Они долгое время находятся, и вы многие, особенно работники прессы, бывали там, смотрели отзывы и работников нашего Центра спортивной подготовки, и представителей команд, тренеров, которые приезжали с других территорий, и представители ФИС, это Международная Федерация, есть такая, ну, в общем, у нас очень хорошая пресса, очень хорошие отзывы с Тёей, ну, и вообще побегать по тем трассам, где вели подготовку величайшие спортсмены нашей страны, да и не только страны, не нашей, а и Советского Союза, а теперь уже России, и я просто напомню, что более 50 олимпийских медалей, это вышло из Тёей, мы так всегда позиционируем себя, это люди, которые там вели подготовку к началу спортивного сезона. И побегать по тем трассам Тёей, это считается для лыжников местом намоленным. Мы хотим еще раз показать наши возможности, пусть люди увидят, что кто был в прошлом году, в этом году они увидят много новшеств, потому что центр развивается, да и вообще там прекрасная ожидается погода, чтобы люди выехали. Работники Центра спортивной подготовки, Тёя, Центра спортивной подготовки, сборная команды, Министерство спорта сделают для тех людей, кто туда приехал, да, администрация поселкового совета, вершина Тёя, все сделают для того, чтобы людям там понравилось, и они еще и еще раз захотели туда приехать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова